Почему Кремль стал чаще говорить о мире? Поведение украинской верхушки сегодня является очень иррациональным. Глава Центробанка дала неутешительный прогноз для российской экономики. Мы допускаем дополнительное и допускаем возможность дополнительного повышения ставки в декабре. Израиль оставил Путина без иранских баллистических ракет. Удары израильской армии по военным объектам Ирана, нанесенные в ночь на 26 октября, могут лишить Россию иранских вооружений, которые Кремль закупает для войны в Украине. Спасибо за ваши лайки и подписки. Это очень помогает в развитии этого ютуб-канала. У нас тут действительно интересно. Погнали! Как компромиссы? Мы готовы идти на эти компромиссы разумные. И мы согласились. А потом глава киевского режима публично заявил никаких переговоров. Не мы прервали переговоры. Я хочу напомнить. Это же украинская сторона заявила, что все. Дальше переговоры с Россией вести не будет. Готовы ли мы с ними вести переговоры, мы никогда не отказывались от этого. Совсем недавно глава этого киевского режима, когда был в Нью-Йорке, опять публично заявил. Он же публично сказал. Не будем вести никаких переговоров. Мы никогда от этого не отказывались. Но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации. Украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Она просто формулирует какие-то свои требования и все. Это же не переговоры. Сейчас вы посмотрели то, как Путин резко активизировал свою так называемую переговорную риторику всего за последний месяц-полтора. С чем это связано и что именно сейчас давит на диктатора, будем разбираться по порядку. За последние недели две заявления про то, что они всегда хотели мира, они никогда не отказывались от переговоров, были сделаны в большинстве своем на мероприятиях, которые так или иначе были связаны с казанским шабашем Брикс. Ну или же на тех мероприятиях, где Путин говорил в основном на аудиторию иностранных СМИ. Совпадение? Не думаю. Дело в том, что уже сейчас можно констатировать, что Путин использовал саммит в Казани, чтобы усилить свои заявления о так называемой неготовности Киева вести переговоры о мире. Но это была прямая цель диктатора. В четверг и пятницу на саммите Брикс в Казани Путин сделал сразу несколько заявлений о так называемых противоречивых инициативах Киева по мирному регулированию войны. Просто Путин впервые рассказал сразу о нескольких таких предложениях, которые вроде как кто-то когда-то передавал Москве. Однако, при всем при этом, Путин дал понять, что даже эти выдуманные предложения невозможно всерьез рассматривать. Из бредни Путина следует, что Киев сначала начинает, а потом тут же прекращает переговоры. Что тут можно сказать? Это просто продолжение выбранной ранее тактики Кремля по созданию видимости того, что Россия, в отличие от Украины, готова к переговорам. Но на самом деле Путин сам не готов к каким-либо компромиссам, о чем он также публично заявил на том же саммите в Казани. Любой исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения, и должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя. И без всяких сомнений, никаких здесь, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет. То есть, не перепутайте, это украинская сторона выкладывает список требований, не российская. Но при этом Путин выходит и говорит, что все должно быть в интересах России, и только так, как этого хочет Россия, без уступок и без компромиссов. Да, потом он говорит что-то про готовность к компромиссу, только вот это слово в голове деда, наверное, равняется ультиматуму. Почему важно то, что эти заявления Путин делал на такой площадке, как БРИКС? Ну а потому, что там был Китай. И заправлял там всем Китай. А Путину сейчас нужны деньги. Напомню, что после того, как Путин перед саммитом на Пресухе сказал, что они хотят воевать дальше, Китай и Турция ограничила военные поставки в Россию. Мол, противитесь мирным переговорам? Нате вам! Путин остепенился и рекордное количество раз за последние дни сказал, что они готовы к переговорам и даже к условиям Турции и Китая. Но, как бы тут на слова Путина сказал Станиславский, не верю. Так, наверное, и подумал Дзиньпин. А потому сразу по завершению этого блистательного исторического саммита власти КНР развернулись в сторону нормализации экономического партнерства с США. В Пекине пообещали нормализовать экономические отношения с США. Китайские власти будут содействовать нормализации экономических отношений КНР и США. Об этом заявил министр коммерции Китая Ван Вэньтао, который провел встречу с генеральным директором Apple Тимом Куком. КНР готова помочь китайско-американским торгово-экономическим отношениям вернуться на здоровый и стабильный путь развития через регулярное взаимодействие в политической и предпринимательской сферах. Путина явно это задело. Ведь он и так, и эдак подлизывал Поднебесной в Казани. А они ему он такую свинью подложили. Помните, спина к спине, плечо к плечу и все в этом духе. Дело в том, что экономика России в состоянии свободного полета уже достаточно давно. А ситуация только ухудшается с каждым месяцем. Еще в какой момент, казалось бы, да? Ну дай Китай денег Путину. Ну просит же дедушка, ему нужно больше, чем есть сейчас. А Китай носом воротит. Китай не хочет давать больше денег тому, кто развязал сначала войну, а теперь не хочет ее заканчивать и по-настоящему говорить. Ну и особенно поддерживать китайско-бразильскую инициативу. Да, они не против этой инициативы. Ну и я бы не сказал, что они прям обеими руками за. Поэтому Путин решил выходить из проблемы этой своими силами. И на медний вот Центробанк поднял ключевую ставку до рекордного максимума. До 21 процента. И это есть абсолютным рекордом в истории этой страны. Но глава Центробанка Набиулина сделала очень неприятный анонс. Дескать, это был не последний подъем до конца этого года. Ставки на 20 процентов и на 21 процент. Возможность повышения такими же шагами в следующем будет зависеть от данных, которые будут поступать. Данных по развитию экономики, инфляции, инфляционных ожиданий, темпом роста кредитования в целом. Но мы допускаем дополнительное и допускаем возможность дополнительного повышения ставки в декабре. Что значит это для россиян? Простыми словами. Значит только одно. Дорогие кредиты и заоблачные ипотеки. И возможно ипотеки вообще скоро уже не будет. Банки уже подготовились. Они заранее повысили ставки по займам. Многим производителям грозит банкротство. Ну а господдержка станет еще более существенным фактором выживания бизнеса. Тут вопрос только в том, будет ли государство выделять на это деньги. Самое потрясающее, что никто не может внятно объяснить, ради чего это все. Ну то есть Путин буквально курочит свою экономику ради руин Углидара или еще какого-нибудь украинского города, который он планомерно уничтожает каждый день. Кремль явно делал ставку на саммит БРИКС. Они рассчитывали на то, что там вот проблему с экономикой можно будет ну хоть немного как-то все это залатать. Поэтому в российской делегации присутствовало много экономистов, включая главу Центробанка. Но как мы видим нет. Саммит БРИКС в Казани обошелся российским налогоплательщикам в 25 миллиардов рублей. На подготовку объектов и инфраструктуры Казани к саммиту БРИКС выделили около 25 миллиардов рублей из федерального и республиканского бюджетов, сообщил на брифинге заместитель премьер-министра Татарстана и руководитель аппарата кабинета министров Шамиль Гафаров. Это неполная цифра, добавил он, пояснив, что деньги также выделяли частные инвесторы. Путин потратил 25 миллиардов для того, чтобы гости с разных стран приехали в Казань, поели там хлебушка и порешали там свои вопросы с Китаем и с Индией. При том, что сам Путин остался в лютом минусе. Понимаете, да? Да? Многоходовочка. Едем дальше. Кроме того, чтобы клянчить деньги у КНР, у Путина была еще одна цель на саммите. Это обговорить создание новой единой валюты БРИКС, чтобы дать их ответ доллару и Западу в целом. Но незадача. И эта инициатива с треском провалилась, поскольку страны понимают, что доллар – это у большинства основная и мощная валюта в расчетах. У них контракты в долларах, да и все в большинстве своем в этих долларах и рассчитываются между собой. Про что я сказал ранее. Понятное дело, что этим странам не с руки сейчас все просто бросать и идти на поводу у мирового отшельника. Просто посмотреть на это позорище. Путин ходил там по саммиту с какой-то бумажкой нарисованной в руках. Предлагал ее всем. Но как-то все его там бортанули. Даже представители Кремля не хотели потом на камеру рассказывать о том, а что же там за валюту вообще предлагал Путин. Стыдно, наверное, было. У Путина в руках некая купюра, никому вроде бы неизвестная. Президент показывает ее Силуанову. Купюру разглядывают Лавров Аверчук. Но попытка выяснить, что это, приводит вот к каким ответам Лавров. Что это за купюрка? Это не мои секреты. Новак. Вы какую-то купюру там рассматривали, а потом президент про это что-то сказал, спросил. Что это было такое? Нет, это просто наши зарисовки. Аверчук. Вы, наверное, уже у Новака спросили. Спросила, но вы там все учащили. Что? Я рядом стоял. Песков. Я-то понял, у вас у всех были некие купюры. У всех только у Новака. Да, да. А что это такое? То ли ТПП наши, то ли еще кто-то сделали такой макет деньги. Брикс. Я такой квази-деньги Брикс. Да, вот. Ну и Путин показал Набиулина, и она не была довольна. Она очень ревностно следит за нашим рублем. Уверен, что если бы все проканало так, как хотел бы этого Путин, то все опрошенные чинуши явно прадостнее говорили на камеру. Но нет. Даже Набиулина, глава Центробанка России, она была в шоке из-за того, что именно предлагает Путин другим странам, учитывая, что их единственная валюта, рубль, пробивает новое дно. Да, иконамист издания писала, что одной из главных задач этого саммита в Брикс было построение новой глобально-финансово-платежной системы под названием Брикс-Бридж, которая была призвана, цитата, нанести удар по доминированию США в мировых финансах. И, внимание, защитить Россию и ее друзей от санкций. Но есть моментик, далеко не все друзья России сейчас под санкциями. Да, я не говорю сейчас про КНДР или про Иран, про других товарищей, которые в этой инициативе не заинтересованы, потому что им и в долларе нормально живется. Ну а теперь про Иран моментик. На саммит приезжал президент Ирана, но, как я и говорил ранее, прорыва какого-нибудь не произошло. Договора о всеобъемлющем партнерстве подписано не было. Да и денег никто не дал. И оружия тоже никто не дал нового. А Ирану, кстати, поставлять Путину вооружение теперь будет сложнее. А все из-за успешной операции Израиля. Удары израильской армии по военным объектам Ирана, нанесенные в ночь на 26 октября, могут лишить Россию иранских вооружений, которые Кремль закупает для войны в Украине. В результате атаки Израиля, в которой участвовали около сотни самолетов, в том числе стелс-истребители F-35, были поражены ключевые заводы иранской ракетной промышленности. Израилю удалось вывести из строя 12 установок, где производилось топливо для иранских баллистических ракет, которые в 24-м году начали поставляться российской армии. По данным США и ЕС, первая партия этих ракет малой дальности была доставлена в Россию в сентябре. Как минимум, часть из них, как утверждает Украина, была уничтожена в результате обстрела арсенала ракетно-артиллерийского вооружения возле поселка Котлубань Волгоградской области. Почему не было подписано договора и подпишут его вообще, я рассказывал детально в одном из предыдущих выпусков. Советую его посмотреть, если не видели. Но если вкратце. После КНДР и после того, как Путин фактически попал в кабалу Ким Чен Ына, перспективы подписания этого договора туманны. У них там с КНДР есть четвертая статья договора, где прописан пункт, который в будущем может спокойно аукнуться Путину. Просто статья 4 подразумевает, что если на одну из сторон договора напал враг, подписант, подвергшийся нападению, получает военную и иную помощь со стороны партнера, цитата, всеми имеющимися средствами. Сейчас, да, этот пункт играет на руку России, которая получила уже дешевые боеприпасы и бесплатную, фактически, живую силу. Но что будет через 5 или 10 лет? Конфликт на корейском полуострове пока что не получается решить дипломатическим путем. И риск полномасштабной войны между Сеулом и Пхеньяном есть. И чем больше поддержки получает РФ от КНДР сейчас, тем выше процент придется отдать потом. Поэтому я думаю, что с Ираном они и не спешат. И, возможно, четвертый пункт или уберут, или отредактируют. Потому что, ну, честно, неизвестно, как будет развиваться история на Ближнем Востоке. Отдавать ресурсы КНДР Ирану и еще продолжать войну в Украине, ну, Путин просто не сможет. Не, ну, можно, конечно, и кинуть КНДР, и кинуть Иран. Но, по-моему, ровные пацаны так не поступают. Спасибо за просмотр, друзья. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова